Здравствуйте! Сегодняшнее видео посвящено пасхальным подаркам. Перед вами лежит яйцо. Самое настоящее яйцо, которое я в порыве творческого вдохновения вчера вышила. Точнее, яйца для меня всегда были местом, где можно отдохнуть от основной работы, от любой работы. От вышивки, от офиса, где я работала, где устаешь. Можно потом прийти домой и заняться творческим процессом. Сейчас я вам покажу готовые результаты, что у меня получилось. Потому что яйца я не вышивала очень давно. А в следующем видео постараюсь вам подробно рассказать, как это все делается. Как сделать такую красоту. И, может быть, вы, вдохновившись, сделаете что-то более изящное. И можем даже, может быть, организовать какой-нибудь конкурс, где вы покажете свои работы. Сейчас я еще поверчу. Бантик тут не к месту. Это то, что у меня есть. В магазинах я пока еще не ходила. В магазинах я пока еще не ходила. Так что, как бы, ленточек у меня нет. Может быть, даже я этот бантик сниму. Сейчас попробую поближе его показать. Но в целом, в целом, сегодня с утра, когда я встала, протерла глазки, оно мне довольно-таки показалось миленьким. Не слишком изящным. Вот эти, конечно, сеточка немножко грубоватые. Нитки здесь грубоватые. Тут не ДМС, не Мадейра. А вот я все те же греческие нитки мучаю. И они, конечно, немножко грубенькие. Так что, вот. Бисер я использовала матовый. И разного размера тут искусственный жемчуг у меня идет. В серединке у некоторых бисеринок идут полупрозрачный стеклянный бисер с серебряной вставочкой. Золотой такой. Ну, собственно, вот и все, что я вам хотела сегодня показать. Мои творческие успехи, помимо основной работы, помимо основной большой вышивки, вот такое вот яйцо. Ничего так, ничего так. Ну, в качестве подарка, я думаю, что если сделать еще хорошую, красивую ленточку, то будет просто замечательный подарок к основному подарку. Такое маленькое дополнение. Всем спасибо за внимание. Всего доброго. До новых встреч.